Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим способы резания пищевых материалов. Это первое видео лекция посвященная процессу оборудованию и технике резания. Прежде чем мы начнем нашу работу в этом направлении, хотелось бы ограничить наши усилия лишь академическим взглядом на процесс резания. Практические применения будут рассматриваться постольку поскольку в тот момент, когда это будет крайне необходимо. И если вы работаете на предприятии, на котором используется процесс резания, вы можете почерпнуть из этих лекций для себя что-то новое, но на какие-то откровения вряд ли вы можете рассчитывать. Более эти лекции рассчитаны на студентов в направлении подготовки, технологические машины и оборудование, профиль машины и аппараты пищевых производств, а также технология продуктов из растительного и животного сырья. Рассмотрим геометрию лезвия, а точнее его режущей кромки. Различают три угла. Угол гамма это передний угол, бета угол заострения 5 градусов или от 7 до 12 градусов, а в некоторых случаях и 90 градусов в зависимости от свойств разрезаемого материала. Альфа это задний угол. Альфа плюс бета угол резания. Это важная информация для понимания того, как устроена основная часть режущего инструмента. И в дальнейшем, когда вы будете видеть картинки на экране со схемами разрезания пищевых продуктов, сырья, полуфабрикатов, вы держите в голове эту схему. На схемах, которые будут демонстрироваться на экране, наименование углов и их обозначения могут отличаться от приведенных сейчас. Однако, если вы сопоставите те обозначения, которые приводятся с теми, которые сейчас есть на экране, то вполне сможете разобраться, где находится передний угол, задний угол, угол заострения и угол резания. Однако, мы переходим, собственно, к рассмотрению способов резания. Резание это технологический процесс обработки путем разделения материала с нарушением его целостности, осуществляемый режущим инструментом с целью придания материалу заданной формы, размеров и качества поверхности. Применительно к пищевым продуктам резание должно осуществляться без отходов. При резании происходит отделение одной части материала от другой в результате разрушения граничного слоя. Разрушению в зоне контакта режущего инструмента с материалом предшествует упругая и пластическая деформации, величина которой зависит от строения материала, скорости его деформирования, физико-механических свойств. Под действием приложенной силы инструмент создает в материале упругую и пластическую деформацию. Разрушение происходит по линии наибольших напряжений и наступает тогда, когда напряжение становится равным временному сопротивлению, пределу прочности материала. В зависимости от состояния материала и характера приложения силы, разрушение происходит при растяжении или при срезе. Работа резания расходуется на создание упругой и пластической деформации, а также на преодоление трения инструмента о разрезаемый материал. Закономерности резания рассматриваются как результат взаимодействия системы, устройства, инструмент, материал. Любой вид резания характеризуется режимом резания, который определяется скоростью резания, глубиной резания и скоростью подачи. Эффективность резания зависит от рациональных режимов, учитывающих все влияющие факторы. Неотъемлемой частью многих технологических агрегатов пищевой промышленности являются режущие устройства, при помощи которых обрабатываемый материал разделяется на отдельные части. Анализ работы резательных машин и механизмов показал, что форма и размеры изделий, количество отходов продукта зависит от правильности выбора способа подачи и физического состояния разрезаемого материала. При обработке резанием пищевых материалов особое внимание обращается на эффективность процессов обработки и повышение качества обработанных поверхностей изделия. Условно различают два способа резания. Статический – режущий инструмент перемещается нормально лезвию, его еще называют рубкой. И скользящий – режущий инструмент перемещается по двум взаимно перпендикулярным направлениям – нормально и параллельно лезвию. Такой способ называется резкой. Однако, разные источники по-разному называют процессы. Так, например, резание без скольжения в некоторых источниках называется частным случаем скользящего резания. Некоторыми исследователями предложено рассматривать следующие способы резания. Рубящий, скользящий, вибрационный, водоструйный, лазерный и ультразвуковой. Последние два способа пока очень слабо представлены в пищевой промышленности. Изучение процесса резания началось с первой половины 19 века в связи с развитием металла и деревообработки. Основоположником науки о резании металлов и дерева является И.А. Тимми. Ему принадлежит приоритет научного обоснования процессов резания. Первые формулы для определения усилия резания также предложены Тимми. Он стремился на основе эксперимента расчетным путем найти связь между сопротивлением резанию и показателями механических свойств материалу. Резание производится при помощи двоякого рода движения. Одного основного сравнительно медленного надвигания по направлению разреза, другого вспомогательного, очень быстрого вбок, вдоль разреза. Разрез скользящим движением сопровождается затратой энергии на трение при движении вбок и на первый взгляд даже не выгоден, но такой способ применяется почти всегда, за редким исключением. Способы резания также можно разделить на резание без скольжения и резание со скольжением. Коэффициент скольжения – это отношение скорости скольжения лезвия относительно разрезаемого материала к скорости подачи. Установлена зависимость усилия резания от коэффициента скольжения применительно к разрезанию стеблей. Опыты проводили на приборе, схема которого представлена на экране. Развитие учения о резании материалов органического происхождения было проведено несколькими учеными. Они исследовали вопрос разрезания стеблей лезвием. При этом влияние фасок и боковых поверхностей ножа не учитывали. Установлены условия резания со скольжением, а именно, во-первых, направление скорости лезвия должно составлять нормалью к нему угол, превосходящий величину угла трения лезвия по разрезаемому материалу. Во-вторых, разрезаемый материал должен обладать упругими или пластическими свойствами. Была получена зависимость результирующей силы сопротивления резания от степени скольжения лезвия относительно разрезаемого материала. Определена удельная работа резания, то есть работа, затрачиваемая на разрезание единицы площади материала. Уменьшение усилия резания при скольжении объяснялось двумя причинами. Так называемой пилообразностью лезвия, что вызывает захват материала неровностями и процесс резания происходит без уплотнения материала. И геометрической картины резания. При скользящем резании площадь разреза меньше, чем при резании без скольжения при одинаковом перемещении лезвия. При резании лезвием разрушение материала в месте его разрезания происходит под действием вершины двугранного угла, образованного фасками ножа и фаски. То есть заточенные боковые грани ножа, проникая за лезвием в образуемый им прорез в материале, могут оказывать на процесс резания лезвием свое дополнительное влияние. В зависимости от угла заточки ножа и коэффициента трения его по материалу. Тем не менее, законы резания лезвием определяются не действием фасок, а непосредственным воздействием линии лезвия на материал. Это положение справедливо и подтверждается многими исследователями. Следует заметить, что влияние лезвия на параметры процесса резания, усилия резания, удельные работы резания, зависит от свойств разрезаемого материала, способа резания и других факторов. При резании без скольжения влияние лезвия на параметры резания уменьшаются. Определяющими становятся угол заточки, толщина ножа и его форма. Частицы материала в зоне непосредственного соприкосновения с лезвием в процессе сжатия захватываются неровностями лезвия и смещаются в направлении скольжения. Благодаря этому между смещаемыми и соседними частицами возникают касательные напряжения вместо нормальных. Вследствие этого характер разрушения материала изменяется. Вместо сжатия наступает другой вид разрушения – разрыв или сдвиг частиц. Последнее происходит при значительно меньших разрушающих напряжениях. Теорию резания лезвием разработал резник, который различные виды резания и свойства материалов рассматривал как частные случаи общего процесса. Для опытного изучения пилищего воздействия лезвия при скользящем резании был применен специальный прибор. Капустин различал два способа резания – неподвижным и подвижным ножом. Резание подвижным ножом, когда скорость направлена вдоль лезвия, он называл так называемым пилищим резанием и считал его наиболее высококачественным и производительным. Резание овощей и плодов рассмотрено дикисом и мальским, которые в основном уделили внимание схемам резания и расходу энергии на резание растительного сырья. Ими отмечено, что при наличии двух взаимно перпендикулярных силовых воздействий сопротивление продукта резанию преодолевается легче, чем при одностороннем воздействии. Предотеченским проанализированы основные способы резания – рубка, резание гильотинным ножом и резание. При резке, в отличие от рубки, требуется незначительное уплотнение, так как при одновременном движении клина вдоль лезвия имеющиеся на нем мельчайшие, часто незаметные невооруженным глазом зубцы, перерезают или, как принято говорить, перепиливают волокна и стенки клеточек обрабатываемого продукта, независимо от их расположения и структуры. Большой вклад в теорию резания и ее практическое приложение внесли Пелеев и его ученики. В их работах отмечено, что мясопродукты измельчают различными способами. Вклиниванием, выдавливанием, сдвигом и резанием. Выбор того или иного способа зависит от структуры, физического состояния, механических свойств, качества поверхности раздела и вида, который должен иметь продукт после измельчения. Резание мясопродуктов производится лезвием ножа, заусенцы которого способствуют лучшему разрушению соединительной ткани, так как они, как мельчайшие зубцы, производят дополнительное разрушение материала. Для резания применяют ножи, совершающие возвратно-поступательное или чаще вращательное движение. Скорость лезвий находится в пределах от 1 до 100 метров в секунду, а скорость подачи составляет 1,1-1,6 от скорости лезвия. Отмечено, что соотношение этих скоростей существенно влияет на качество среза, нормальное усилие и расход энергии. Классификация способов резания была дана Ивашко, который в качестве основного признака взял угол наклона линии жало-лезвия к направлению резания. Нормальное, наклонное и касательное. При обработке пищевых материалов широко распространены как нормальное, так и скользящее резание. Нормальное резание, рубка, применяется при разделении конфетных охлажденных бесконечных жгутов на отдельные корпуса гильотинными ножами, тестовой массы в процессе ее деления при формовании. Скользящее резание осуществляется при резании хлеба и сухарных плит, мясопродуктов и рыбы, халвы и грильяжа. При нормальном резании режущий инструмент вначале значительно локально уплотняет материал, а затем разрушает его. При этом образуются новые поверхности среза. Способ пригоден в тех случаях, когда к качеству поверхности среза не предъявляется высоких требований, так как поверхность получается шероховатой и часто наблюдается появление отходов. Таким образом, способ нормального резания пищевых материалов следует применять только в случаях, если предусмотрена их дальнейшая технологическая обработка. Например, глазирование конфетных корпусов, округление и закатка тестовых кусков и тому подобное. При скользящем резании режущая кромка инструмента создает местное уплотнение материала, при этом образуется более гладкая поверхность среза. Это резание широко применяется для пищевых материалов. В этом видео мы рассмотрели способы резания пищевых материалов. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления. Поставьте лайк. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам успехов и до новых встреч.